Микс Ньюс 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 Опасность всегда, если мы говорим о какой-то профессиональной службе, допустим, в Латвии, либо в Израиле? Ну, если на это так смотреть, то можно из дома не выходить, да, то есть сидеть и, то есть всегда есть какая-то возможность, то подсказнёшь и упадёшь. А как ты стала военнообязанной, вот насколько мне было известно, вернее, может быть, я заблуждалась, что в Израиле призывались, я так думала, только те женщины, которые являются гражданками Израиля, но это не так? Да, только гражданство. А то есть ты получила гражданство? У меня сразу была возможность не получать, вернуться, я поехала в Израиль учиться, я поступила и закончила, когда заканчивала, мне была возможность... В школу, да, ещё в школу? Да, да, была возможность вернуться, например, в Россию или остаться в армии. Но обычно призыв идёт так, в 17 лет, школа заканчивается в 18, а в 17 лет учеников привозят на военную базу, и там делаются какие-то контрольные, проверяется IQ, проверяется здоровье, проверяется психологическое какое-то, и даётся оценка этому всему. И уже потом спрашивают, во время интервью спрашивают, что бы ты хотел делать в армии, и насколько человек патриотичен, и насколько он хотел бы служить, не хотел бы служить и так далее. И на этой всей основе делается какой-то вывод, и очень часто, если данные хорошие, предлагают разные курсы, да, то есть очень многие люди получают профессию в армии. Женщины, которые призываются и получают профессию, они обычно подписывают договор и служат не как обычный солдат год и девять, а три года, как мужчины. Но они выходят с профессии из армии и могут подписать дальше договор, да, то есть это уже идёт как подписанный договор о том, что ты остаёшься и дальше продолжаешь свою службу. Обычно те, кто служит больше двух лет, армия в них очень много вкладывает, и профессии хорошие. А ты сказала, что вот вы ещё в школе, да, в средних классах начинаете проходить тесты, психологические тесты. Ну это на призывном пункте. Да, 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 чтобы, может быть, определить как раз намерение человека, либо его какую-то приверженность, определённость. А если действительно эти тесты показывают, что человек, как ты уже ранее сказала, не патриотичен или не хочет служить в армии, но отказаться от воинской службы нельзя, потому что она обязательная, да, в результате его куда могут распределить? Были такие случаи, да, когда вот в твоём классе действительно, ну среди школьников, может быть, вы обменивались какими-то настроениями, говорили об этом, кто-то говорит, ну не хочу я служить? Ну я такого не помню, да, но те, кто не хотел служить, они или женились, или приносили какую-то справку, но такого у нас в нашем потоке все призвались, не было такого, чтобы не было. Потому что в Израиле это так, это всем понятно, что ты идёшь в садик, потом идёшь в школу, потом идёшь в армию, это какой-то жизненный путь, который все проходят. И когда ты знакомишься, да, то есть тебя спрашивают первое, особенно в молодые, где служил? То есть это какое-то вот такое, да, как в Латвии спрашивают. Распознавание, да, свои не спрашивают. Да, 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 как в Латвии спрашивают, в какой ты школе был, а я был в сороковой, вау. Да, то есть то же самое там, где ты служил, это одно из основных вопросов, которые задаётся. Но те, кто, допустим, не ходил, есть, я так понимаю, несколько условий для того, чтобы женщина не призывалась. То есть это если она будет беременна, да, если она будет замужем на момент призыва, и если она, или это всё, эти два. Я просто читала по каким-то ещё религиозным соображениям, но это так обтекаемо, что, может быть, и… По религиозным соображениям это правильно, это под знаком вопроса, потому что очень много девушек религиозные, они служат. Они служат около года, и обычно это очень похоже на какое-то такое полуработа, полупомощь, например, учителя. Они приходят в школу, детям помогают, что-то такое вот, да, то есть какое-то… Хотя они ходят в форме, и у них юбки, но это такое очень… как лагерь такой, да, то есть по религиозным соображениям. Она всё равно… и у них есть возможность не служить тоже. То есть это те, кто просто хочет пойти в армию и служить. Ну, если у девочек есть какие-никакие пути, может быть, обхода воинской службы, не знаю, были ли среди твоих знакомых те девочки, которые там специально выходили замуж, да, чтобы, ну, как говорят обычно, откосить, да, от армии. Среди мужчин такое явление встречается, насколько я знаю, что это ещё уголовное преследование, то есть за это могут и посадить, в принципе, тюрьму. Да, есть тюрьма, есть… обычно те, которые откашивают, это люди-пацифисты, которые решают, что они не хотят брать оружие, и это очень всё всегда, ну, такое вот, такое вот, очень известно, об этом говорят и так далее. То есть очень мало кто-то, что решает и не пойти в армию. И, кроме того, всё равно есть возможность не пойти по каким-то своим личным причинам. Всегда армия тоже не заинтересована в людях, которые вот не хотят вот-вот-вот вообще, да, то есть зачем ей силком, кого-то там прямо вот-вот, то есть хватает людей, поэтому держать человека насильно, ну, подержат его в тюрьме. Ну, это тоже, даже та же самая тюрьма, это всё равно какой-то бюджет и так далее. То есть ты считаешь, что не надо людей заставлять тех, кто противится этому? Есть противится, потому что мне лень, да, а есть противится, потому что… Ну, убеждением, да. Убеждением, да, или потому что вот… Да, то есть это разные вещи совсем. Вообще, если посмотреть, да, если внимательно, то вот мы всё говорим про боевые войска, про женщины в армии, а с 58-го, кажется, года был закон о том, что нельзя женщин в боевые войска. То есть женщины выполняли совершенно такие позиции, которые они выполняют в любой другой системе. То есть они были… Бухгалтер, медсестра, да. То есть не было такого. И только в 90-х годах изменили закон, и благодаря женщине Элис Миллер, она хотела работать в НАСА, и написала им письмо, и они ей отказались, сказали, что недостаточно у неё образования и так далее. И она обратилась к первой лётчице израильской, которая служила ещё во время, я думаю, после войны, во время войны. И та ей посоветовала пойти в израильскую армию, в ВВС эскадрилью. И когда Элис Миллер подала документы, ей отказали. И она дошла до президента, кажется, и он тоже ей сказал какое-то сексистское такое выражение, что, мол, когда-нибудь видели мужчину, который вяжет носки. И вот в этом был большой резонанс. И она всё равно подала в суд, и выиграла этот суд. И это в 90-м каком? 95-м, 97-м, если не путаю. И с тех пор... Были внесены поправки в Конституцию странную. Да, и тогда разрешили женщинам быть в боевых войсках. Может быть, расскажи побольше вот кухни, да, о воинской службе среди женщин. Может быть, ещё интересуют такие моменты, не знаю, маникюр, макияж запрещается ли это, вообще имеет ли это место, да, это отдельная какая-то... Ну, я понимаю, что до этого был какой-то такой курс молодого бойца в пустыне, да, где ты проходила, а потом уже вы получали распределение, кто где будет служить, и ты служила в полиции. Как это происходит? То есть, какой распорядок дня? Насколько сложно, да? Состав женщин отличается от мужского? Или здесь абсолютно весь гендер пропадает? Если вот мы говорим про какие-то, если можно так говорить, женские фишечки, я не знаю. Ну, нельзя, если ты маникюр делаешь, очень минимально. Ну, это есть, да, это было. Если ты накрасишь светлым таким прозрачным лаком, тебе никто это ничего не скажет, да? Ну, вот если внимательно посмотреть на мои фотографии, где во время, как называется, присяги, я стою, у меня там часы, и сверху нарисовано ручкой какой-то браслет я рисовала на уроке, потому что когда мне хочется, нужно сосредоточиться, я слушаю и рисую, да, что-то. И там не на что было рисовать, я нарисовала на уроке, и меня очень сильно наказали за это, да, то есть, и я не смывала это, потому что меня уже наказали, то есть, уже, да, то есть, меня заставили, она увидела, сказала, что вот солдат, встаньте, там... Она командир тоже была, да? Она преподавала, у нас был какой-то урок, и я вот рисовала, сидела, и она увидела, и мне сказала, вот встаньте, полторы минуты у вас есть добежать до палатки, переодеться в одежду, то есть, это А, мы были в Б, переедеться в одежду А и вернуться. Вот полторы минуты я прибегаю в палатку, там сидит охранница, которая, солдатка тоже, которая охраняет палатки, она мне помогает переодеться быстро, я бегу обратно, она смотрит на меня, говорит, так, молодец, а теперь обратно переоделся. И вот так вот, вот, и ты прибегаешь, и уже, она говорит, ну, рисовать ещё будем? Говорю, нет, спасибо, то есть, ты уже больше не хочешь рисовать, вот. И как бы это вот осталось, то есть, нельзя не рисовать, нельзя застёгивать последнюю пуговицу, потому что считается, что это как человек хочет себя задушить, да, то есть, это предпосыл к самоубийству, вот. Обувь должна быть, то есть, чёрная, плоская, то есть, тоже, ну, какой-то формальности, да, то есть. Ну, вы пересекались, допустим, насколько я поняла, ты была единственная девушка, да, среди... В полиции, да, в группе была, да, я, да. И как тебе там служилось? Сложно. Вопрос, вот, я хочу, насколько Израиль здесь далеко ушёл, в плане гендерного отношения, мужчины никак тебя не закредитировали, не считали, обращались с тобой на равных, не считали, что ты слабее, просто потому что ты женщина. Вот, как тебе, может быть, с ними получалось ли срабатываться? Ой, ну, смотри, я пришла, когда призвалась, да, ну, представь, заходит себе, сидят, вот, в полиции группа мужчин, да, у меня утром первая смена, прихожу, сидят с 25 до 40 лет, тут заходит кудрявая, с ямочками, голубыми глазками девочка, и говорю, всё-таки, блин, это, да, то есть, и... Это с ней нам, да, да, это с ней нам, вот, вот, и как бы сначала отношения именно такое, да, то есть, неважно о том, что у тебя есть характер, нет характера, это как-то заслужить, да, нужно, то есть, доказать тебе, что ты не просто какая-то там симпатичная мордашка или что-то, как называется. А для тебя было это важно доказать? Действительно, что ты что-то из себя представляешь, что ты умеешь, ты не хуже? Ты пыталась это сделать, либо... Ну, во-первых, это потом, это даже не потому, что ты как-то доказывала, потому что у тебя, ты попадаешь всё время в ситуации, в которых ты должен реагировать, да, то есть, там, поддержать своего напарника, и у тебя как-то вот так вот один другому со временем уже... Нет, тебе не надо ничего доказывать и решать, всё остальное, это просто... Но всё равно были такие моменты. Я, наверное, одна из единственных, в конце 90-х, в начале 2000-х подала в суд на харассмента, то есть, я выиграла суд, да, то есть, я единственная, кто это сделал, и мне было сложно, потому что мужской мир, и как ты вообще предательница, там, и всё остальное, и... И после этого ты продолжала там служить? Нет, я уже заканчивала, но я подала суд, когда ещё и услужила. Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, напомню, телефон напрямого эфира 672-12-939-672-13-939, также пишите нам по Ватсапу 2061-91, сразу после перерыва начнем принимать ваши звонки, я вижу, они есть, и зачитывать ваши комментарии. Обсуждаем мы сегодня службу в армии и призыв национальных вооружённых сил активно приходить в армию на работу женщин. Да, на Болткоме разворот мы продолжаем, обсуждаем сегодня намерения латвийской армии, надеяться увидеть в своих рядах профессиональных солдат, ещё больше женщин, сейчас 8% штатных мест открыты, это более 500 вакансий, да, и ждут новых гражданок в свои ряды, и в латвийской армии, вот я сейчас смотрю список, наиболее подходящими для женщин признали 12 специальностей, среди которых юрист, медицинский работник, бухгалтер, HR-менеджер, ну то есть, в принципе, ограничений никаких нет. Если вы хотите служить, то вы можете это сделать, предлагается хороший социальный пакет, более ранний выход на пенсию. У нас сегодня в гостях Таня Рекис, которая проходила воинскую службу в Израиле, 2 года, или год и 9 месяцев, сколько точно? Ну, год и 9. Около того, да? Да. Если говорить об обязательной воинской службе в Израиле, мне кажется, ну, определённая необходимость в ней есть, потому что арабо-израильский конфликт, который до сегодняшнего дня не прекращается, но, на твой взгляд, есть ли необходимость призыва женщин у страны, у государства, если мы сейчас говорим про Израиль, да? Ну, Израиль, конечно, есть. Ну, смотри, давай возьмём Норвегию, она тоже у них обязательно. Норвегия, Малая Азия, Северная Корея и Израиль. Это обязательный призыв 4 страны в мире, в которые женщины призываются. И они совершенно разные. И совершенно у них разный состав и так далее. И поэтому, если смотреть на Латвию, то можно её немножко больше под... Ближе к Норвегии, да, даже по геополитике, если мы рассмотрим, да, и по состоянию сейчас. Ну, хорошо, перенесём эту ситуацию сюда, да. Рассмотрим вот 3 сестры, 3 балтийских страны. В Эстонии и в Литве есть обязательная военная служба, но она не относится к женщинам, да, это всё по желанию. Женщина может вступить в войска, если у неё есть такое желание. В Латвии её нет, да. У нас в основном контрактники, можно вступить в ряды ЗМСР, ЗМСР. У каждой ли, на твой взгляд, у страны, государства должен быть обязательный призыв, или нет? Когда есть необходимость, в данном случае продиктованная, может быть, положением Израиля, да, или, как мы говорим, в случае с Норвегией, хотя, если верить НАТО, опасность всегда рядом, мы говорим о ближайшем нашем восточном соседе России, да, то есть... Как я знаю по статистике, да, то самый высокий процент женщин в армии европейской, это во Франции, и второе место занимает Латвия. Чтобы ты знала, Латвия находится в хорошем месте. Да, я просто сказала цифры, я, кажется, взяла там ещё Канаду и Германию. Европа. Я про Европу, да. И я случайно разговаривала с четырьмя офицерами на неделе, мы обедали, латвийская армия. И они мне... Я спросила, а как у вас женщины? Она говорит, они все сказали, что мы все вместе служим, работаем. Я говорю, а конфликт есть? Он говорит, нет, совсем нет конфликтов. То есть как относятся друг к другу, как к профессионалам. Это то, что, как я тебе сказала в начале эфира, что, например, министр Норвегии сказал, что нет тут женщин и мужчин, мы хотим лучших, да. То есть то же самое. А женщина, может быть, ты общалась лично с женщинами, которые шли туда с определёнными целями. Эта цель действительно всегда приносить пользу, защищать своё государство в случае нападения врага. Чаще всего, мне кажется, именно этот мотив рассматривается. Либо в качестве, ну, таких хороших социальных гарантий, да. Не всегда надо иметь какое-то специальное образование для того, чтобы служить, да. Можно показать прекрасные физические способности, дать психологические тесты. И, в принципе, работать профессионально в армии. То есть, какой… Если смотреть на Латвию, то я считаю, что вообще патриотизм – это, ну, как очень личное, это как религия. Поэтому я как-то не беру это во внимание, мне кажется. Да, мне кажется, что тут самое главное – это те условия, которые армия предлагает. И армия предлагает замечательные условия, то есть, там минимально 900 евро, да, плюс там какие-то ещё бонусы. И условия замечательные, и что пенсия ранее. И это система, в которой просто ты призываешься и работаешь. Да. То есть, мы можем говорить о привлекательности предприятия? Да. Да, вот ты так это рассматриваешь. Я смотрю на это в Латвии, да. И оно может быть действительно привлекательным и рассматривать его как работодателя. Да. То есть, это вполне нормально. Да. Да, и для того, чтобы вот… Тем более, у нас по населению женщин немножко больше, хотя я думаю, что их больше, потому что именно уже в пенсионном возрасте, потому что женщины больше следят за своим здоровьем, чем мужчины. Мужчины меньше, и поэтому у женщин длительность жизни больше. Но армия не зря пытается призвать именно женщин, потому что их больше, и есть у них больше возможности пойти в армию. То есть, у женщин есть больше выбора, на мой взгляд. А насколько такая компания может быть жизнеспособна в нашей стране? Потому что, мне кажется, вы зачастую эти стереотипы, там, первое, что женщины слабы, что у них недостаточно сил для армии, что второе, что женщины недостаточно умелы, да, и в бою, допустим, не дай бог, и что женщины не могут быть солдатом и мамой одновременно. Мы далеко не пойдем, мы просто возьмем пример, в любой класс зайдешь, в любой школе девочек отличность больше, чем мальчиков, к сожалению, да. То есть, это сразу доказывает о том, что девочки умнее и сильнее, и самодисциплинее, и так далее. То есть, те девочки, которые не выходят, не могут умом, они могут усидчивостью. Поэтому девочек умных больше, чем мальчиков, это факт. Насчет мамы, ну, вот я уже рассказывала, тоже спрашивала. Два года назад женщина-командир эскадрильи, боевой эскадрильи, 35 лет стала командиром, да, мама двоих детей. И сам премьер-министр приехал подарить ей крылышки, поэтому... Ну, в знак уважения, да. Да, просто говорю к тому, что она командир боевой эскадрильи. Женщина в 35 лет. Не в 20, не в 25, в 35 лет. Мама двоих детей. То есть, главное желание. А в Израиле в настоящее время женщины призываются в боевые части? Да, ну, то есть, без разницы или какой-то процент, или все-таки стараются? Во-первых, есть в израильской армии целая группа, да, то есть, целое подразделение, которое занимается равноправием. Да, то есть, у них глава тоже женщина, они именно следят за тем, чтобы было. А в израильской армии около 80% в боевых войсках, то есть, есть разные позиции, занимают женщины. Равноправие, это значит, прости, процент соблюдения, вот именно, чтобы он действительно... Да, 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 чтобы все соблюдалось, да. Кроме того, есть прям подразделения, которые занимают, там только женщины. Например, каракул. Что такое каракул? Каракул – это животное, которое у него, одно из редких животных, которое нету различия между... То есть, они выглядят внешне... Идентично, да. Идентично мужчины и женщины, да. И вот это вот подразделение, которое, оно боевое, они следят за границей, в южной части, между Египтом, все остальное ловят контрабандистов, занимается это. Потом есть еще одно подразделение, которое называется ОКИЦ. ОКИЦ – это... СТИНГ – это... ЖАЛА. ЖАЛА. Тоже занимаются только женщины там. Потом есть САПИРИМ, они морские. У них идет между... Они смешанные мужчины и женщины, то есть, они вместе следят за морской границей, все остальное, тоже контрабандистов и так далее. Таня, надень, пожалуйста, наушники ближайшие к тебе, да, начнем принимать звонки. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, пожалуйста. Мне очень нравится выступление вашей собеседницы, тем более мы соплеменники, да. Единственное, сделаю маленькое замечание, да, что по американским законам, да, то, что вы сказали, что женщины умнее мужчин, это явный сексизм, и это как бы диктат одного пола над другим, и это следует по закону. Ну, слава богу, что мы живем в Латвии, и в Латвии этого нет, да. Просто так, это маленькое замечание. Спасибо большое. Вот уже обидели в сексизме, да. Да, меня постоянно об этом обвиняют. Действительно так сказала. Меня постоянно об этом обвиняют, и я признаюсь. Хотя вот... Но это на основе того, что мне говорят, что очень часто, ну, как бы слышишь, что женщина место там на кухне и так далее, да. Ну, может быть, это в пик, да. Но вот недавно беседовали здесь с нейробиологом, который подтвердил, что мозг женщины и количество нейронных связей мужчины, при условии, что они весят одинаково, да, у них равное соотношение массы тела по отношению к массу мозга, они абсолютно не отличаются, да. То есть нельзя говорить, что, ну, кто-то умнее или кто-то... Это мы можем всё равно использовать это как аргумент, когда нам говорят, что женщина глупее мужчины. Но ты начала рассказывать о спецподразделениях, о специально женском жале, да, жалостинг. Это они чем занимаются? Это специально как-то заточено именно под женщины? Это значит сапёры. Женщины-сапёры? Почему их не объединяют с мужчинами-сапёрами? Ну, так решили, что вот это будет чисто женская, то есть отряд такой, вот, так же, как и каракул. То есть женщины-командиры, женщины это подряды. А, и командиры тоже женщины, да, то есть исполнители. Правда ли это, что ты могла стать командиром танка? Вот это... И хотела ли ты это? Вот это очень двояко, потому что я как раз попала на тот момент, что женщины-командиры танков могли быть, то есть, инструктором. Да, то есть они... Учить других, как пользоваться. Да, 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 да. То есть мужчины, которые были бы танкистами, я бы их учила. Обучала, да. Ну, мне это как-то вот не сильно было интересно. Обучать мужчин? Не, не из-за этого. То есть я очень хорошо отношусь к мужчинам, я очень их люблю. Вот. Просто на тот момент у меня были какие-то ещё предложения, и мне захотелось что-то другое. Поэтому, когда есть выбор, ты выбираешь. Ты упомянула о том, что очень чётко соблюдалось в израильской армии соотношение, да, даже был специальный отдел, равноправие. Равноправие, да. Да, отдел, который этим занимался. Занимается. Занимается. А если говорить о равноправии и, допустим, проявлении каких-то неуставных отношений, так называемой дедовщина, это там есть? Видела ли ты это? Или рассказывали об этом? Это очень сильно пересекается сразу, да, то есть это очень сильно расследуется, и это вообще, это как бы на очень маленьком уровне даже это. Вот насчёт абортов в армии, это один из самых-самых высоких уровней, да, то есть статистика самая высокая именно в армии. Ну, два года назад даже было какое-то, они приняли решение, что они будут давать противозачаточные бесплатно. То есть в армии девушки беременеют, да, отбывая службу. Эти там годы, девять месяцев от своих, не знаю, командира или мужчины служащих. Ну, командир, это как проблематично, а вот сослуживцев, то да. Вот сослуживцы, да, это распространённая проблема. Самый высокий уровень абортов в армии, именно в армии, в Израиле, по всему Израилю. А почему не оставляют детей и они выбирают дальше? Ну, это выбор к женщине личной. Это просто армия никого не заставляет, то есть если кто-то решит, что вообще дети – это личный выбор женщины, да, то есть и тут такой вопрос, она же с ними будет. И поэтому сейчас озаботились тем, чтобы женщинам бы давать противозачаточные таблетки. Бесплатно в армии, да. И всё равно уровень поднялся немножко в прошлом году, да, ещё больше процентность. Но в этом году ещё не знаю статистику, ещё не читала с ними про это. А по поводу какого-то содержания, да, у призывников, какие-то деньги выплачиваются? Выплачиваются, конечно. Есть два, есть несколько уровней, например, я была одиноким солдатом, да, то есть у меня там никого, это я получала почти, ну, допустим, если… Одиноким солдатом в том смысле, что не было родственника в Израиле, да, то есть ты не могла никуда уехать, да, как другие уезжали, были увольнительные. Да, конечно, на выходные у нас был один выходной на базе, а один выходной ты уезжаешь. Но ты оставалась всегда… Ну, да. Как это называется, не знаю… На базе. На базе, да. Да, мне было сложнее, потому что я оставалась одна. И тебе платили какие-то деньги на содержание, этого было достаточно, чтобы что? На тот момент, когда я училась на курсах, да, то это просто оставались деньги. А потом, когда я закончила, пошла уже в полицию, я сняла себе квартиру с соседкой, поэтому это шло всё на обеспечение квартиры, проживание и так далее. Ну, если на тот момент… Живатый в квартире, при этом проходя сложно. У меня была возможность, да, у меня была возможность пойти, но я так, я из-за того, что училась в школе, и у нас было несколько, то есть несколько, два-три человека в комнате, да, иногда и четыре, и было очень сложно, хотелось какого-то личного пространства, то если в армии была возможность такая снять квартиру, то я воспользовалась этим. А по поводу, может быть, ещё затронем такую тему, которая периодически также попадает в СМИ, о самоубийствах в армии, которых число тоже растёт, в каждой армии по-своему. Поэтому я посмотрела данные за последние 10 лет, которые мне удалось найти, да, не владею евритом, может быть, удалось бы найти обновлённые, допустим, за прошлый год, но за 10 лет – это немного. Я сразу скажу, по сравнению с другими странами, даже той же России, около 300 человек кончают жизнью с самоубийством, находясь на службе. Да, но мы, наверное, говорим о боевых… Я затронула эту тему, когда меня спрашивали неделю назад, да, про самоубийство, потому что это тоже статистика, и она очень низкая, но психологическая помощь в Израиле, она очень сильная. Очень. И как только какой-то кто-то заикнётся, что-то его сразу отправляют к психологу. Но только тогда, когда заикнулся, либо она в порядке профилактики уже… Смотри, обычно люди, у которых какие-то психологические проблемы, это видно, да, то есть человек замыкается, или там у каждого своё, но ты же видишь, что напротив тебя находится человек, и нужно быть очень слепым или не захотеть видеть это, что человеку нехорошо. Мне кажется, наше общество не говорит о том, что вот с ним что-то не в порядке, обратить на него внимание. Мы как бы, ну, и сам разберётся, какой-то странный, ну, там в своих мыслях ходит. То есть мы, может быть, больше зациклены на себе, и отметить специалиста, привлечь, обратить внимание на другого человека, мне кажется, это нам не всегда свойственно. То есть в Израиле наоборот, да, то есть другой сослуживец мог сказать, пожалуйста, посмотрите, с моим товарищем что-то не то. Да, 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 то есть это другие замечают, ну, и там как-то, ну, более, может быть, тёплые отношения, с одной стороны, они более тёплые отношения между людьми, с другой стороны, иногда это очень сильно мешает, потому что ты чувствуешь, что твои какие-то границы нарушены. Но там это очень сильно, то есть у тебя постоянная поддержка, ты можешь позвонить, ты можешь прийти, ты можешь подозначить, это очень сильно там в любом контексте. А ты сказала, что в школе, да, в последнем старшем классе вас уже подготавливали к тому, чтобы пройти воинскую службу. Сама, может быть, система образования как-то поднаточена, как-то морально о том, что, ну, действительно, есть какая-то в этом необходимость, да, как-то детей к оружию, может быть, подготавливают, ну, на уровне образования, я имею в виду. Этого нету, но есть какая-то, во-первых, это обсуждается, во-вторых, в Израиль очень популярно поехать с школьными какими-то экскурсиями в Польшу, в концлагеря и посмотреть, и вот, то есть, это тоже какое-то увидеть, что и как, то есть, чтобы люди не забывали свои корни. Я не совсем с этим согласна, но это делается, и очень много школьников каждый год. В рамках программы школьной, да, детей везут, чтобы они осознавали и, может быть, несли эту социальную память, да, но чтобы что, взращивать себе ненависть, вот эту вот патриархию? Вот я поэтому, это очень двояко, с другой стороны, мне, я не знаю, у меня так получилось, что у меня была возможность держать вечный огонь в день катастрофы в Израиле, в музее Яд-Вашем, это было очень большое событие со всеми, с выжившими людьми, которые прошли, и концлагеря, и как бы я передавала этот огонь от молодого поколения им, и я тоже была там, и как бы у меня тоже было какое-то двоякое отношение, потому что ты, когда попадаешь в такое, ты попадаешь в атмосферу людей, которые выжили во время просто так на национальной ненависти, ты начинаешь тоже быть каким-то более патриотичным, что ли, так можно сказать, да, то есть тебе хочется пойти служить и отдать год-два своей жизни на благо своей страны. Ну, то есть это вздевает и действительно зараживает. Ну, просто готовясь к эфиру и читая об израильской армии, я так понимаю, что она называется Цахал, не знаю, правильно или точно это перевод с иврита, но это армия обороны Израиля. Да, то есть название именно обороны говорит о том, что, наверное, страна не должна владеть оружием нападения, а в основном приобретает оружие оборонного характера. Вот я на этом фоне как-то, возможно, в школе, что это наша необходимость обороняться. Вот на таком уровне велось образование? И как часто вообще эта тема затрагивалась на уроках, истории? Ну, на уроках истории мы учили историю Израиля, да, то есть истории Израиля, истории еврейского народа. То есть там не было такого истории, как, например, смотришь книги русские, там книжки или латвийские книжки, что там и мира и так далее. Там больше именно очень точечно про израильские, про еврейские традиции, мир и так далее. Я уже сказала, упомянула о начале передачи, и снова скажу, просто это само собой разумеющееся, да, и то есть не было такого, что там кто-то, какой-то урок, который учил тебе оружие или так далее. Но я сама лично своих детей учу, как бы я им говорю всегда, что они не должны никого нападать, то есть они могут обороняться, они могут защищать себя. Причём ты видела все эти кошмары, да? Да, ну, понимаешь, сильным быть легко. Сильным быть легко. А вот, то есть ты... Сочувствующим ты имеешь в виду быть сложно. Нет, просто вообще человеку, если ты сильный, тебе легко, то есть ты раз задавил кого-то, пошёл дальше, да, то есть тебе это, ну, это ничего такого. А вот, то есть человек может нападать, страна может нападать, страна может забирать, я не знаю. Но мне кажется, что это неправильно. То есть нужно учить, и я своих детей, я их снова говорю, учу обороняться. То есть я говорю, тебя кто-то ударил, ты можешь ответить, но никогда не надо вбить никого первым. Тогда, может быть, нам стоит всем провести разоружение и быть абсолютными пацифистами, прекратить тратить огромные деньги на изготовление, поддержание ядерных программ, боеголовок, эскадриль. Ну, меня никто не спрашивает, да? Во-первых. Во-вторых, мы... Это литерический вопрос в конце программ. Нет, ты говоришь, мы, кто мы? Латвия с одним танком? Кто мы? Кто? У нас такой минимальный бюджет, который уходит на армию. Ну, что там? Она есть, она это, но она в таком, совсем, в таком, не как бы игрушечном состоянии находится. То есть это какая-то система, которая, на мой взгляд, да, то есть это не... Если сравнивать с израильской армией, то есть это вообще детский сад. Да, нам пора заканчивать. У нас сегодня в гостях была Таня Рекет. Спасибо большое, что пришла. Спасибо вам за внимание. Привела передачу Алена Борисова, Магаун, звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо большое.